Здравствуйте! Приветствую вас на занятиях кружка «Шаг в медицину». Сегодня мы познакомимся с вами с темой иммунитет. Мы узнаем с вами, из чего состоит иммунитет, поговорим о видах иммунитета, с механизмом образования иммунитета, о приступах снижения иммунитета и способах его укрепления. У Александра Сергеевича Пушкина в произведении его знаменитом «Пир во время чумы» есть такие слова. «Поминутно мертвых носят, истинания живых, боязливо Бога просят успокоить души их. Поминутно место надо, и могилы меж собой, как испуганное стадо, жмутся тесной чередой». В свое время такие заболевания, как оспа, чума, тиф, холера и многие другие, лишили огромное число людей жизни. В наше время, конечно, от этих заболеваний уже люди не умирают. Итак, что же такое иммунитет? А иммунитет – это способность организма защищать собственную целостность и биологическую индивидуальность. Иммунитет – это невосприимчивость организма к инфекционным заболеваниям. Антигены – это бактерии, вирусы или их токсины, или яды, а также переродившиеся клетки организма. Антитела – это молекулы белка, синтезируемые в ответ на присутствие антигена. Каждое антитело распознает свой антиген. Лимфоциты имеют на поверхности клеток рецепторы, распознающие врага, образовывают комплексы антиген, антитело и обезвреживают антигены. Иммунная система объединяет органы и ткани, обеспечивающие защиту организма от генетически чужеродных клеток или веществ, поступающих извне или образующихся в организме. Иммунная система человека состоит из центральных органов, к которым относится красный костный мозг, тимус, и из периферических органов, к ним относятся лимфатические узлы, миндалями, селезенка. Центральная иммунная система состоит из лимфоцитов. Лимфоциты образуются в красном костном мозгу, B-лимфоциты, и предшественники T-лимфоцитов, а в тимусе – сами T-лимфоциты. Т- и B-лимфоциты переносятся кровью в периферические органы, где дозревают и осуществляют свои функции. Периферическая иммунная система состоит из миндалин, которые расположены кольцом в слизистой оболочке глотки, окружая место входа в организм воздуха и пищи. Лимфатические узелки расположены на границах с внешней средой, в слизистых оболочках дыхательных, пищеварительных, мочевых и половых путей, а также в коже. Находящиеся в селезенке лимфоциты распознают чужеродные объекты в крови, которые фильтруются в этом органе. В лимфатических узлах фильтруется лимфа, оттекающая от всех органов. Виды иммунитета Иммунитет бывает естественным и искусственным. Естественный делится на врожденный или пассивный и приобретенный или активный. Искусственный – это пассивный иммунитет и активный. Врожденный пассивный иммунитет наследуется ребенком от матери. Приобретенный активный иммунитет появляется после перенесенной инфекционной болезни. Искусственный пассивный иммунитет появляется при действии лечебной сыворотки. Активный искусственный иммунитет появляется после прививки. Активный иммунитет, естественный и искусственный, формируется самим организмом в ответ на введение антигена. Естественный активный иммунитет возникает после перенесенного инфекционного заболевания. Искусственный активный иммунитет возникает после введения вакцин. Вакцина содержит ослабленные болезнетворные микроорганизмы, с которыми клетки организма справляются, вырабатывая активный иммунитет. Пассивный иммунитет, естественный и искусственный, создается за счет готовых антител, полученных от другого организма. Естественный пассивный иммунитет создается антителами, передающимися от матери к ребенку. Искусственный пассивный иммунитет возникает после введения лечебных сывороток или в результате объемного переливания крови. Особенность иммунной системы – это способность ее главных клеток, лимфоцитов, распознавать генетически свое и чужое. Клеточный или фагоцитарный иммунитет открыл Илья Ильич Мечников в 1863 году. Он доказал, что сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям связана со способностью специальных клеток крови и тканей организма захватывать и переваривать возбудители инфекции. За это открытие он был удостоен Нобелевской премии. Механизм иммунитета Лимфоциты имеют на поверхности клеток рецепторы, способные распознавать чужеродные соединения антигены. При обнаружении антигена лимфоциты начинают вырабатывать специальные белки-антитела, способные обезвреживать антигены. Фагоциты способны проникать через стенки кровеносных сосудов и мигрировать к месту повреждения, где уничтожают бактерии посредством фагоцитоза. То есть фагоцитоз – это захват и переваривание болезнетворных микроорганизмов. Иммунный ответ организма выражается в результате отторжения трансплантанта – это органа или ткани, пересаженного от другого организма. Это трансплантационный иммунитет. Второй ответ – противоопухолевый иммунитет – это уничтожение опухолевых клеток. И противоинфекционный иммунитет – это уничтожение болезнетворных микроорганизмов. К признакам снижения иммунитета относятся хроническая усталость, быстрая утомляемость, головные боли, сонливость или наоборот бессонница, пламота в мышцах и суставах. Вакцинация – это один из способов повышения иммунитета. Вакцинацию ввел в практику в 1796 году английский врач Эдуард Дженнер, сделавший первую прививку коровьей оспы восьмилетнему мальчику Джеймсу Фибсу. Вакцинация 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 Вакцинация